Покой Рублевки, как сами жители называют этот двор, нарушила пьяная ссора. На троих сообразить не получилось. Название Рублевка пошло не от знаменитого шоссе с элитными поселками. А от того, что в определенных кругах фразы вроде «дай рубль», «дай пять рублей» здесь одни из самых ходовых. Часто здесь драки пьяные? Да, они собираются, деньги стреляют, шибают на фамфурике, допьют, а потом дерутся между собой. Каждый день такое, да? Да, почти каждый день. А милиция как-то реагирует? Милиция звонит, они приезжают, они уже убегают, убегают, уходят. Видели ничего такого? Человеку он зарезали, говорят. Нет, вообще не видел, даже не слышала. К примеру, полчаса там назад, вот смотрю, вон там мужчина один, и милиционер его вот так его, и все. Ну, неудобно мне спрашивать, я смотрю. Я сначала думал, труп. Вот так сюда доехал, до велосипеда, велосипед поднимается, голову повернул, и смотрю, головой шевелит. Ну, и милиционер над ним склонился, и все, больше ничего не видел. Одного из очевидцев нашей съемочной группе все-таки удалось уговорить на интервью. Своё лицо он попросил не показывать. Ну, что они с утра тут собирались, они соображали, тут ходили. Потом, видать, сообразили на фанфорике, и все. Много их было? Ну, как много. Трое, четверо, может, я не знаю, сколько это было. Как обычно, да? Да. А во сколько это было примерно? Ну, соображали-то с утра уж. А произошло вот, ну, недавно. Примерно в обед, наверное, произошло. Ну, все, я не знаю, что там, не поделили, может, что-то. Ну, не шумели, ничего не? Да, шумели, там, как уж обычно. И вот один, блядь, голову, что бутылки разбил и порезал второго. И тот в крови побежал, ну, а тот следом за ним, ну, с криком «Убью». Порезанный убежал в сторонах, потом сотрудники задержали их. Сотрудники полиции от комментариев отказались. Да и сам потерпевший в больницу не особо торопился. Как, впрочем, и комментировать все произошедшее. По данному происшествию проводится проверка, после которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Кирилл Давкаев, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. Рафаэль Ракипов, Новости НТР.